Атака Енисея и сразу же он мчит под кольцо, но Крис Клайберн отзащищался. В этом эпизоде попытка быстрой атаки от Смоки. And one! В исполнении Роберта Лоури и Илья Попо. И его момент, кстати, попал в топ-5. Первой игровой недели. Лещи команды и тренерский штамп в главе с Дражаном Манзулычем пока мы не видим. Пока лидер Енисея это Дастин Хок. Ну а Роберт Лоури попадает в какой-то сумасшедший. Передачки раздает регулярно. Бэтл опять на исходе владения бросает. Не точно. Крис Клайберн в полете. And one! Бросовая быстрая атака от Смоки Минск. Да, успели два игрока Енисея вернуться, но как вышел. Дальше Лоури. Против него Тайс Бэтл. Лоури. Вокруг него четыре человека. Пас на ногу Бенджамин. Павел Дуду. И его даже меньше. Опять именно он уводит мяч за центральную линию. Там активно работает Салаш и добились своего игроки. Смоки совершили потерю. Но это всего два очка и шанс для Смоки Минск переводит мяч за центральную линию. Салаш! Вот так вот надо ставить жирнющую точку. Тим Салаш. Итак, Лоури снова. Быстрое нападение. Ух, какой тяжелый бросок через руки. И вот оно. Форвард и возвращает Билли Бэрну. Лоури включился, обокрал Захарова и побежал. Нет, нет, не сверху, но это те же два очка. Ростислав Вергун здесь разводит руками. Ну куда ж столько фолов, а вот это Лоури Минчат. Игра чуть-чуть успокоилась. И Лоури не хочет ее успокаивать. Хороший проход под щит. Все сам сделал разыгрывающий Бенджамин Дуду. Любимчик мой в составе. Смоки Минска на площадку возвращается. И, ну, не сказать, что поставил именно он за слона. Очередного нарушения правил отправился. Ух, не случился парашют, но тоже красиво. Решающие минуты матча, но доверяют. Игровое время русским баскетболистам. Уху, красавчик! Это Лоури. Лоури этим доволен. Очень красиво из-под Пушкова запустил. И Пушков, отходя, и такую изящную разножечку в сторону кольца изобразил. Здесь уже яркий и красивый баскетбол пошел с двух сторон. Чужой половине площадки Крис Клайберн Лоури только показал. Я свободен. Сразу же туда поступила передача. И Роберт Лоури из левого угла. И нужно возвращаться. Однако здесь чего-то быстрого, мне кажется, Смоки не придумают. Ну, а вот это треха Роберта Лоури, чем не быстрая атака. Достаточно активно у нас начинается встреча. И неплохой темп. Берут команды Клитковских под кольцом. И работа от Роберта Лоури на подстраховке просто очень качественная. Хорошая оборона от Салаша. Две руки вверх. Все правильно. Принцип вертикальности соблюден. Ну, а это треха от Роберта Лоури. И теперь на табло плюс четыре в пользу Смоки Минск. Первый точный дальний бросок от Роберта Аксин Салаш и Роберт Лоури. И они, в общем-то, и набрали на двоих все одиннадцать очков Смоки. В данном моменте посмотрим, как эффектно ушел здесь Роберт Лоури от Михайловска. И на автодор лизирует в этом показателе. Пятнадцать против шестнадцати. Теперь Лоури против Старкса. Отступил и со средней решил атаковать непростые броски. Продолжение следует...